Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Огромная вам благодарность за то, что вы поучаствовали в голосовании по поводу темы «Новый путь». Ну и большинством голосов получилось так, что больше все-таки привлекает тема про новое знакомство. Поэтому я тут пришла к такому соломонову решению. Сегодня мы с вами сделаем расклад про новое знакомство, да, как хотели большинство подписчиков и подписчиц. А следующий расклад я сделаю про новое дело, поскольку эта тема привлекает и саму автора идеи этого голосования, и еще несколько подписчиков. Поэтому сегодня новое знакомство, а следующий расклад сделаем про новое дело. Ну и опять же, кому важно что-то очень конкретное узнать, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Вначале еще вот о чем хотела сказать. А поскольку я тоже смотрю очень много раскладов разных мастеров, ну то есть мне это очень интересно, любопытно. Иногда со своими запросами, иногда из какого-то профессионального интереса. Но в качестве такого, знаете, ориентира что ли, да, как некой такой психологической техники безопасности, вот мне кажется не очень экологично, когда у вас складывается ощущение во время расклада, что мастер, который делает расклад, вас что-то вговаривает, да, как будто он вас гипнотизирует, зомбирует. Периодически все-таки как-то надо себя ущипнуть, проснуться, вспомнить о том, что джойстик, да, и пульт управления находятся в ваших руках. Должна сохраняться субъектность. То есть в любой момент вы должны эту историю прекратить и помнить о том, что только вам решать, как и что в вашей жизни будет. Вот такое вот напоминание. А еще один такой комментарий я прочитала, когда моя подписчица замечательная написала, что, ну, как бы я знаю, что в моей жизни происходит, я не понимаю, зачем я, тем не менее, смотрю эти расклады. Ну, в общем-то, вы смотрите, вероятно, их за тем, чтобы лишний раз как раз услышать свои потребности. Даже если фабула повествования какого-то расклада вообще не совпадает с вашей ситуацией, ну, например, у вас нет партнера, а вы смотрите расклад про отношения, то вы начинаете для себя как-то ориентироваться, а если выстраивать некую перспективу на следующее отношение, да, на будущее отношение, то чего бы я хотел, да, или что для меня точно недопустимо. Ну, то есть это такой способ психологической рефлексии, да, это же проективный метод. Поэтому, да, конечно, вам решать, смотреть или не смотреть, но всегда можно нанести какой-то резон. Итак, вступительная часть пока на этом заканчивается. Мы с вами переходим к нашей сегодняшней теме «Новое знакомство». Да. Итак, для начала давайте с вами посмотрим ваш портрет, в каких вы настроениях сейчас пребываете. Давайте возьмем две карты. Либо некая такая разочарованность и досада как раз по поводу того, что чего-то не хватает, да, нет ощущения полноты. Либо меня смотрит человек, который находится в каких-то отношениях, может быть, даже в семейных отношениях, но там тоже как будто бы последнее время не очень весело, да. Нет опор каких-то, нет моментов, за которые можно было бы как-то уцепиться. Нет чего-то такого, что приносит по-настоящему, вот если честно, да, такого чувства удовлетворения. Вот. Может быть, такое ощущение, что вы туда вкладываете, но не получаете какого-то фидбэка адекватного. Ну, в общем, это расклад действительно для тех, кто сейчас не очень доволен тем положением вещей, которые в вашей личной жизни происходят. Такой вот общий портрет. Итак, ну что ж, теперь по порядочку. Ваша физическая готовность, да, к тому, чтобы эти отношения вошли в жизнь. Что имеется в виду физическая готовность, да? Внешность, имидж, да, мы же понимаем, что мы некие сигналы вовне посылаем, да, и своим внешним видом тоже каким-то образом сигнализируем, да, что я здесь, привет. Может быть, вы обращали внимание, да, если вы когда-то, находясь в каком-нибудь вечернем клубе или в баре, слышите, что где-то в каком-то дальнем углу или где-нибудь за барной стойкой очень громко, раскатисто смеется какая-нибудь женщина, да. И вот как-то один стендапер пошутил, что это такая женская эхолокация. То есть она этим звуком как будто вибрационно посылает такой сигнал, что, ребята, я здесь. Я нахожусь в этом углу этого пространства. Итак, ваша физическая готовность к вхождению новых отношений в вашу жизнь. Скорее, такое состояние будь что будет, да? Вы, то ли опираясь на какой-то прошедший прошлый опыт в личных отношениях, понимаете точно, что вы сейчас не будете, вот что называется, взлягивать, да, как-то выпрыгивать из штанов, предпринимать какие-то чрезмерные усилия. То есть на внешнем плане, может быть, это даже рисуется так, что вы такой человек, который предпочитает стиль кэжуал. Спокойная такая одежда, может быть, даже не очень такая примечательная, да, какие-то спокойные тона. Вообще человек такой плавный в движениях, никуда не торопящийся. В общем, никого догонять, никого в себя влюблять, у вас точно нет такого настроя. Скорее, настрой такой. Ну, будет хорошо. Ну, не будет, значит, я еще вот в этой паузе, в этой рефлексии, в этом ретрите побуду. Внутреннем, имеется в виду. Ваша эмоциональная, внутренняя готовность к знакомству. То есть психологически вообще вы настроены, чтобы это новое знакомство в вашей жизни появилось. Эмоциональная готовность к вхождению новых отношений. Какова сейчас? Это, знаете, такой тут будет у нас разбег по интерпретации. То есть, с одной стороны, да, я, конечно, готова, но у меня есть почему-то такое подспудное желание устанавливать правила в этих отношениях. То есть, я, конечно, буду рассматривать каких-то кандидатов, но у меня довольно жесткий райдер. Это может считаться так. Еще это считывается таким образом, что вы эмоционально, может быть, сейчас, я не знаю, по каким причинам, так и с потоком не подсказывают, недостаточно гибки психологически. То есть, нет такого, вот, знаете, настроя, что я буду партнеру подыгрывать. Скорее, наоборот. У меня уже есть очень такое четкое представление, что бы я хотела от этих отношений, и я вот с этим уставом как будто бы туда и иду. Я, опять же, не могу сказать, вот, в длительной перспективе, насколько это выигрышная стратегия. В конце концов, и так тоже можно. Но у вас есть какие-то веские причины почему-то сейчас подходить к этому достаточно серьезно. То есть, психологический, эмоциональный настрой такой, что, ну, мне некогда уже валять дурочку, да, валять дурака. Я, если и пойду в какие-то отношения, в новое знакомство, то с какими-то очень серьезными намерениями. Вот почему-то как-то так это сейчас считывается. Помним, да, что расклад общий. То, что не ваше, не берите. Каков запрос на партнера? Да, как вы себе его представляете? Давайте попробуем у Вселенной запросить этот портрет. Какого партнера вы себе хотите? Что про него сейчас точно уже коллективное, бессознательное может рассказать? Запрос на партнера и мысли о нем. Какой он? А с одной стороны, вы себе не задаете какой-то узкий коридор ожидания, нет каких-то жестких рамок, точно внешность скорее не имеет значения. То есть, вы уже, видимо, за свой длительный, богатый опыт личной жизни поняли, что как бы от внешности отталкиваться не вполне что ли обоснованно. Поэтому в каком-то смысле вы готовы отнестись к этому как к некому такому подарку судьбы. Либо это еще карта, которая говорит о том, что в разное время, дня и ночи, вы себе представляете что-то очень разное. То есть, в зависимости от настроения. То есть, как будто бы у вас этот маятник так качается. То есть, иногда вы делаете в своих мечтах, фантазиях упор на его какие-то интеллектуальные качества, например. Или на его способность быть каким-то социально адаптивным. А потом вдруг вам кажется, что было бы милым, если бы он был кореглазым брюнетом. Или голубоглазым блондином. Еще эта карта, знаете, мне сейчас подсказывает, что периодически, смотря какие-то фильмы, или идя по улице, выхватывая зрительно какого-то персонажа из пространства, вы прямо так очень четко фиксируетесь, что да, это интересно. Вот, пожалуй, с ним я бы хорошо монтировалась. Ну, то есть, карта колесо фортуны – это такая история, плохо прогнозированная. Поэтому у вас настрой такой, что вы будете в момент знакомства ориентироваться на свой какой-то внутренний эмоциональный отклик. Да, вот если вы какой-то импульс почувствуете, да, вот кольнет у вас где-то внутри. Или в сердце, или в вашей нижней чакре, да, то есть какой-то сигнал изнутри. Если пойдет, то тогда вы это воспримете действительно как что-то, что для вас сейчас было бы хорошим вариантом. Вы это рассмотрите. Ваш прошлый опыт, безусловно, будет во всей этой истории нового знакомства фонить. Да, вот что сейчас про ваш прошлый опыт в личных отношениях, нужно понимать. Да, на что там стоило бы обратить внимание. Некий акцент про ваши прошлые личные отношения. Что там было. Ну, для кого-то здесь такая, знаете, симптоматичная история про то, что было много отношений, которые были начаты, но не были доведены до какого-то логического завершения. Или это такая вот череда серия романов, легкомысленных достаточно, да, может быть легкомысленных со стороны партнера. Вы были готовы пойти в это новое, да, но как будто бы не получали там какого-то отклика. И каким образом вот эта ваша история, этот ваш опыт может сейчас в каком-то смысле бросать тень на то, что идет в вашу жизнь, на ваши будущие отношения. А если у вас вот этот вот паттерн в отношениях закрепился, да, что, ну, отношения это что-то такое, ну, как бы есть-есть, нет-нет. То таким образом вы этот настрой изначально можете транслировать партнеру тоже. И он понимает, что, ну, это человек, с которым я могу приятно провести время, но, в общем-то, он ни на что больше не рассчитывает. Поэтому нужно либо пересмотреть вообще ваши цели, с которыми вы заходите в отношения, либо уже окончательно для себя решить, что, да, действительно, для меня отношения это что-то такое, что вот служит в качестве вишенки на торте, да, это что-то, что украшает мою жизнь, это что-то, что разнообразит мою жизнь, но я не делаю на это ставку. Какие ваши собственные действия сейчас, может быть, мешают вхождению в жизнь новых отношений, да, выступают в качестве такого препятствия, да, какое-то, как самосбывающееся какое-то пророчество. Что из ваших действий в текущей жизни, может быть, мешает выстраиванию новых отношений? Ну, может быть, это как раз какая-то невнятная картина мира, да. Сегодня одно, завтра другое. В общем-то, мне отношения нужны, но, в общем-то, я без них прекрасно обхожусь. И если это так, то это тоже вполне себе возможно, да. Вот вы находитесь в каком-то таком состоянии постоянного творческого поиска. Возможно, вы отношения вообще рассматриваете как такой источник сублимации, да. Очень многие творческие люди подпитываются там эмоциями, в частности, эмоциями, например, страдания и неразделенных отношений. Прекрасно в этом состоянии пишутся стихи, могу я вас заверить. Вот. Но если вы сейчас, например, для себя решили уже точно, что вам нужен этот человек, вы хотите что-то вот в долгосрочной перспективе с ним построить, да, какой-то союз, знаете, что вы там внутри будете делать, зачем вам это, то тогда вот этот вот подход с опорой на какие-то иллюзии, очень бесплотные, беспочвенные, может быть, стоило бы пересмотреть. Что в окружающей вас среде, может быть, мешает вхождению новых отношений, да, отдаляет это новое знакомство? Есть какой-то внешний фактор, который выступает сейчас в качестве препятствия. Что извне мешает? Возможно, очень много дел, да, очень много какой-то суеты. Очень много всего того, что вас вовлекает, отвлекает, требует вашего участия. То есть, может быть, вы такой человек, да, вынужденно или неосознанно, да, как-то существующий вот в этом режиме имитации бурной деятельности. Ну, условно говоря, вы только настроитесь, что да, я бы сходила там в кино, в театр, я бы с кем-то познакомилась, да, и вдруг появляется какой-нибудь дельце, да, или дельце выгодное. Или, например, дети вас куда-то вовлекают, куда-то зовут. То есть, постоянная вот эта вот история с интенсивностью внешней жизни, наполненностью разными делами, как будто бы не дают вам сосредоточиться и довести вот это вот дело, очень важное, да, выстраивание своей личной жизни до какого-то удовлетворяющего вас результата. Вот, может быть, на эту тему стоило бы тоже поразмышлять. Что вам сейчас самой нужно делать для того, чтобы, может быть, ускорить момент вхождения новых отношений, да, приблизить это новое знакомство? Есть что-то, на что вы сейчас можете повлиять непосредственно? Что вы сейчас можете сделать для приближения нового знакомства? А здесь, знаете, такая подсказка, вот как ни странно, да, вы в каком-то смысле правы, что вы не собираетесь, ну, заискивать, что ли, или как-то излишне активничать. И здесь, собственно, про то же самое, да. Вот когда человек выходит к людям, да, а у него на лбу бегущая строка, там, я хочу замуж или я хочу отношений, то это скорее срабатывает как некий отпугивающий фактор, да, вот когда вот прям во лбу горит, вот это вот какое-то неосознаваемое, какое-то маниакальное желание, да, как какая-то сверхценность, сверхидеализация. Поэтому здесь такая история. Больше фокус внимания на себя, конечно, наполняет свою жизнь чем-то приятным. То есть это же карта щедрости. Делает свою жизнь более какой-то разнообразной и изобильной. Да, ходить туда, где есть другие люди, выставки, кино, театр, рестораны, прогулки. Но, естественно, не с целью кого-то найти, а с целью войти вот в это вот состояние какой-то полноты, целостности, наполненности. Это, кстати говоря, всегда работает безотказно, потому что человек, который вот существует на этих вибрациях, конечно, привлекает к себе внимание. Когда мы существуем вот из этого состояния профицита, то у человека, который входит с вами в контакт, у него нет такого страха, что он будет выступать в качестве какого-то донора. Он понимает, что вы со своей жизнью справляетесь, что вы довольны собой, вы довольны своей жизнью. Ну и, собственно говоря, примерно такого же человека к себе и притянете. Потому что вам не нужно будет искать какого-то человека, который будет с вами играть в созависимость. Каково влияние внешней среды? И поможет ли внешняя среда вам сейчас для вхождения в жизнь новой любви? Как внешняя среда вам сейчас будет помогать? И вот она как будет помогать. Посмотрите. Для кого-то вполне такая конкретная подсказка, что у вас в окружении уже есть некий король кубков, некий влюбленный мужчина, который очень хорошо разбирается во всяких эмоциональных тонкостях, а человек такой деликатный, обходительный. Может быть, кстати говоря, как подсказка кому-то, представитель водной стихии, рак, рыба, скорпион, но мы как бы не делаем на это упор. В общем, это человек, который заинтересован. И, возможно, в ближайшее время вы почувствуете, что его это внимание в вашу сторону каким-то образом активизируется. То есть таким образом как раз внешняя среда будет вам давать такую подсказку, да, маячок, что не только ты заинтересована в нахождении новых отношений, есть люди вокруг тебя, которые разделяют с тобой абсолютно это желание. Вот поэтому среда сейчас должна начать откликаться таким образом, да, у нас тут и весна, и лето уже вот-вот наступит. То есть когда вот это вот ощущение какой-то теплоты, этих ароматных запахов, цветов, все вот это великолепие, да, оно начнет закручивать вас в эту приятную такую воронку вальсирующую, то вы почувствуете, что и со стороны мужчин тоже внимание будет проявляться более как-то ярко. То есть среда, конечно, пойдет к вам навстречу, ну просто нужно обращать на это внимание. Ну и, наконец, итог нашего расклада, да, состоится ли это знакомство и вообще что про это нужно знать, про перспективы. Новое знакомство состоится ли оно и что об этом нужно сейчас знать? Что Вселенная готова вам сейчас на эту тему рассказать? Да, конечно, маг. Активное вхождение желаемого в вашу жизнь. Вы в этом смысле в прекрасном положении находитесь, потому что эта ситуация вами и контролируемая, и управляемая. То есть как только вы почувствуете, что да, действительно, мои желания, мои возможности совпадают с внешними обстоятельствами. То есть, ну, посмотрите, здесь у этого мага, да, практически все стихии в его управлении, под его контролем. И кубки, и пентакли, и мечи, и жезлы. То есть у вас достаточно страсти, достаточно рациональности критического мышления. Все хорошо с благосостоянием и с эмоциями, как раз с эмоциональной готовностью. Поэтому сейчас, безусловно, по этой карте маг, что, собственно говоря, могло быть еще лучшим ответом на этот вопрос, да, состоится ли ваше знакомство. Однозначно да. Да, может быть, что-то из этого расклада будет вам как такой очень своевременной и полезной подсказкой, да. А возможно, вы и сами уже внутренне эту готовность и какую-то траекторию действия для себя в голове имеете. Поэтому, конечно, безусловно, все получится. Если вы этого хотите, я желаю, чтобы это произошло как можно скорее, легко и радостно, самым наилучшим образом для вас. Да будет так. Итак, ну что ж, мои любимые, вот такой сегодня у нас получился расклад на тему новое знакомство, да, как скоро оно в вашу жизнь войдет и что про это вообще нужно знать, иметь в виду, о чем порефлексировать. Благодарю вас, друзья, за то, что вы помните про энергообмен. Поддерживайте канал финансово за лайки, за комментарии, за оформление подписки. Если нужен личный расклад, находите мне вконтакте или по почте. Спасибо огромное, что нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. Я вас очень люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда. И непременно приходите на новый нарративный расклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова